Мирион Академии. Платформа доступного образования. А потом смотреть под подушку в ожидании оффера. Ладно, лягушонок, сейчас мы расскажем про классные способы легко и без боли начать кодить. Для того, чтобы научиться программировать, абсолютно неважно то, какой язык программирования ты выберешь. Везде логика работы одна и та же. Спроси у близких, друзей, коллег или самого себя. Какие задачи я могу автоматизировать, чтобы стало проще жить? Например, бот, который будет напоминать, что понедельник уже прошел и пора сходить в спортзал. Или калькулятор, который будет считать налоги, или даже таймер для того, чтобы вовремя вытащить курочку из духовки. Задач может быть великое множество. Далее, в зависимости от того, какую задачу выбрал, почитай то, в каких задачах используется какой язык программирования. Например, Python и JavaScript часто используются веб-разработке, и они достаточно простые. Так что подойдут ли, если ты захочешь сделать сайт про своего кота. А для разработки мобильных приложений нужны Kotlin, Swift или Dart и так далее. Ты сможешь понять, что подходит себе больше всего. Еще держи в голове, что языки программирования — это просто инструмент, с которым надо научиться работать. А вот навык программирования — это штука, благодаря которой ты сможешь писать код на языке программирования, даже не задумываясь, как будто бы пишешь текст на естественных языках. Например, на русском или английском, если ты из Англии. Наверняка в школе на уроках информатики ты уже изучал какой-нибудь язык программирования. Поэтому, когда открываешь классный курс на сайте Million Academy, ты пролистываешь начало. Ведь ты уже знаешь про всякие переменные, синтаксисы и прочее. Зачем это повторно изучать? И тут как раз происходит фатальная ошибка. Во-первых, потому что все языки программирования все-таки отличаются по части синтаксиса, то есть по написанию. И разновидности тех же типов данных могут быть разные. Во-вторых, начальная практика поможет привыкнуть к тому, как пишется код, и далее станет проще. Ну а в-третьих, как говорили наши предки, повторение мать учения. Вот тебе очередной совет получается. Важно не пропускать ни одной темы и не прекращать развиваться, чтобы кодить, не задумываясь о синтаксисе. В целом, изучение программирования — это не то, что можно делать только по выходным, вечером раз в неделю. Как и любое занятие, например, спорт или игра на гитаре, оно требует практики. Кстати, про программирование ходит много мифов, которые пугают и мешают начать изучение перспективной области. Например, говорят, что программирование только для технорей. То есть нужно хорошо знать математику и иметь алгоритмическое мышление. Но это не так. Всё это может подтянуться в процессе обучения. А математика на первом этапе тебе и не понадобится, если только ты не решишь стать дата-сайентистом и уйти в точные науки. В целом, считается, что никаких технорей и гуманитариев не существует. Точнее, так неправильно их делить. У каждого человека есть способности к изучению чего угодно. Чтобы не ошибаться, принимая мифы за чистую монету, посмотри наше видео про топ ошибок новичков в IT. Там мы тоже много советов раздали. Хорошо, вот ты читаешь и смотришь теорию. И автор показывает в ней примеры кода. Думаешь, хочет выпендриться своими знаниями? Как бы не так. Это первое, что поможет прокачаться в навыках программирования. Дело в том, что твои руки запоминают то, как по клавиатуре клацуются те или иные конструкции в коде. И чем больше ты пишешь код, тем больше начинаешь делать это на интуитивном уровне. Поэтому просто переписывай самостоятельно эти примеры каждый раз, когда их видишь. Не забудь только запустить и проверить, как это работает. Да, переписывание это не всегда плохо, особенно на старте. Но копировать нельзя, это уже ничего полезного не даст. Еще и время потратишь. Но это еще не весь совет. Никакой апокалипсис не произойдет, если ты попробуешь поменять код, который переписал. Да, даже если допустишь ошибку. Если так подумать, программа это самая легко изменяемая штука. Можно изменить код и практически мгновенно получишь результат. Это нужно для того, чтобы понять поведение программы и в случае чего ее поменять. Благодаря этому ты еще больше закрепишь материал, который изучаешь. Это, наверное, один из самых простых способов прокачать свой навык программирования. На самом деле, переписывание и изменение кода из учебного материала — это полдела. Это только один пример. А примеров может быть много, и каждый программист в целом пишет код по-своему. Поэтому, когда более-менее разберешься с синтаксисом языка, начинай читать много чужого кода. Например, на сервисе, где программисты часто выкладывают исходный код своих программ, который называется GitHub. В целом, GitHub — это одновременно сервис для хранения исходного кода, всех изменений в коде, сборник портфолио и социальная сеточка для проггеров. Можешь зарегистрироваться на нем, в будущем пригодится. Так вот, заходи туда, находи в поиске чужие программы и читай то, как их пишут. Начни со всяких простых. Например, калькулятор, игра камень-ножница-бумага или найди сборник решений алгоритмических задач. То есть просто каких-то небольших задачек, где нужно написать максимально эффективный кусок кода. Чем больше чужого кода ты видишь и пробуешь воспроизвести, тем лучше. А весь ли этот код хороший? Как мне понять, какой код читать? Нет, не весь, конечно. Поэтому обращай внимание на наличие комментариев, то есть не влияющего на код текста, который помечает, как работает тот или иной участок кода. Еще обращай внимание на количество звездочек и в целом на активность в проекте. Даже плохие примеры могут быть полезны. Они готовят к тому, что в настоящих проектах код совершенно отличается от того, который можно найти в учебных материалах. Нет, это не значит, что код в учебных материалах плох. Просто, как мы сказали ранее, все пишут код по-разному. Пока что наши советы звучат так, как будто бы мы призываем копипасту или вдохновлением чужими решениями. Но это не совсем так. Все это нужно было для того, чтобы перейти к следующему совету. Начни писать свой код как можно раньше. Даже если, понятно, совсем немного и все еще тяжело представить, как там эти итераторы внутри работают, все равно пиши. От того, что ты много раз ошибешься, ничего не сломается и компьютер не сгорит. Программирование — это та дисциплина, которая изучается преимущественно через ошибки. Ты можешь воскликнуть, а как же просто и без боли? Любые ошибки — это ж больно. Просто запомни, что ошибки — это хорошо. Именно они учат тебя и дают возможность изучить больше. Час писал код для вычисления того, как лучше всего поделить пиццу на кусочки, и он не заработал? Не переживай. Загугли возникшие ошибки, посмотри, что их вызывает и исправь. Мало того, что теперь ты вряд ли столкнешься с такой ошибкой, так еще и что-нибудь новое параллельно узнаешь. В целом даже говорят, что Джун от Синьора отличается только количеством ошибок, с которыми они столкнулись. Еще один классный совет, который мы можем дать. Смотри как можно больше источников информации. Например, один наш курс, потом второй. Ладно, шутка. Если не понимаешь один вариант объяснения, сразу смотри другой. В этих ваших интернетах куча информации. Да, такое бывает. Каждый воспринимает информацию по-своему, и не факт, что тот вариант объяснения, который ты нашел, подойдет тебе. Поэтому всегда можно посмотреть другие источники. Есть множество разных книг и статей, например, в нашей базе знаний. А если вдруг этот способ не сработал, то не страшно. У нас есть комьюнити, где можно попросить совета. Только имей в виду, что вопросы по типу «Я не понимаю, как это работает, объясните» не работает. Во-первых, что именно? Во-вторых, как пробовал решить эту проблему? Такой вопрос вызывает только больше вопросов. Поэтому формулируй проблему правильно. Расскажи о том, как пробовал ее решить. Обязательно покажи примеры решения. Можно добавить источники информации, которые изучались. Чем больше вопрос раскрывает проблему, тем лучше. Да, может показаться, что это долго, но подумай о том, сколько времени ты потратишь на уточняющие вопросы, и сразу станет понятно, что лучше раскрывать суть проблемы максимально подробно. Кстати, а как понять суть проблемы? Для начала научись читать ошибки. В большинстве современных языков вывод ошибок очень понятный. Например, так выглядят ошибки в Python. Сначала указывается полный путь до файла и строчки, где произошла ошибка, а потом выводится причина и иногда даже то, как ее исправить. В настоящих программах также можно использовать логирование. Это когда каждое действие в программе фиксируется, и во время ее работы можно будет определить ошибки. Во многих языках есть встроенные инструменты для удобного логирования. Окей, давай еще несколько советов. Решай алгоритмические задачи. Что это такое? Если что, то алгоритмические задачи похожи на задачи в математике. Только нужно написать кусок кода максимально эффективно. Под эффективностью может подразумеваться скорость выполнения, количество потребляемой памяти или то, сколько действий или, как говорят true-кодеры, итераций код должен выполнить, чтобы прийти к решению. Начиная с простых задачек, типа найти наибольшее число в списке и продолжая увеличивать сложность, пока не почувствуешь себя финальным боссом качалки. После решения парочки таких задач, твой навык программирования заточится на плюс 5 пунктов. А еще, скорее всего, на совмесе тебе тоже попадется такой челлендж, поэтому потом скажешь нам спасибо. Вот пример такой задачи на одном из сервисов. Есть два самых популярных сайта LeadCode и CodeWars. На них ты найдешь тренажеры с автопроверкой и разными уровнями задач, которые нужно решить, используя любые языки на выбор. Еще там, кстати, можно посмотреть решения других людей, что отсылает к совету про чтение чужого кода. С этими задачами это особенно важно. Кроме онлайн-сервисов для решения задачек, есть редакторы кода, которые также открываются через браузер. Они простые, их можно использовать на старте, чтобы не зарыться и не забросить все на этапе настройки окружения для написания кода. Например, это Replit и CodePen. Первый — полноценная замена большинства IDE прямо в браузере. А второй можно использовать для написания простых интерфейсов сайта. А как тебе такой совет? Поставь лайк этому видео и поделись с друзьями, которые тоже хотят изучить программирование. Тогда в твоем окружении будет больше программистов и будет вдвойне интереснее. Может вместе всякие проектики делать и разбирать то, что не поняли. Ну и последнее — тупить — это норма. Этот совет также отсылается к предыдущему. Тупить, читая документацию и теорию, это не есть плохо. Даже опытные разработчики спрашивают коллег про новые технологии, хотя они могут быть простыми и понятными. При этом они этого не стесняются. Так что если ты хочешь стать программистом с нуля, то не парься о том, что что-то непонятно и не ставь крест на начинаниях. Ошибаешься? Сложно, непонятно — это окей. Просто забей на это, продолжай копаться и изучать. Вот как будет получаться, значит оно и правильно. Все. Не рефлексируй. Не цепляйся за прошлое. Не надо, не бойся ничего. Иди. Псс, эй, парень. Ири, девушка. Мы тут тоже можем помочь. Кстати, у нас есть классный курс по программированию на Python. На курсе ты не только научишься кодить, выполняя много практических заданий, еще узнаешь про объектно-ориентированное программирование, веб-разработку с помощью Flask и Django. И даже познакомишься с автотестированием, веб-технологиями, асинхронным кодом и базами данных. Думаешь это все? Нет. Еще ты бесплатно получишь карьерный интенсив и курс по английскому языку для айтишников. Чтоб твоя карьера точно была very good. Кстати, оплатить все это добро можно в рассрочку или долями. Короче, столько всего. Записывайся на бесплатный урок и сам увидишь какая-то крутотенюшка. Ссылка в описании. Ну а у нас в целом все. Если ты уже учишься или уже разработчик, то напиши в комментах с какими самыми сложными штуками столкнулся и как с ними разобрался. Ну и как всегда, ставь лист по этому видео, подписывайся на этот канал и нашу тележку и рассказывай о нас друзьям. Пока.